Приветствую вас и в вашей ситуации актуально будет несколько направлений работы, по моему мнению. И первое направление это направление отслеживания своих мыслей, то есть вот вы учитесь отдавать себя счет в том, что вы делаете, в том, что вы чувствуете, в том, что вы ведете себя и в этом аспекте вы постоянно наблюдаете за собой и спрашиваете себя, вот что я делаю сейчас, почему я делаю это сейчас и что заставляет меня делать это сейчас, а вот что заставляет меня делать это, что заставляет меня делать это и так далее. То есть постоянный такой вот отсчет как бы о самом себе вам надо вести, и это одно из направлений. Но очевидно, что именно из-за отсутствия этого самого отсчета, из-за отсутствия ведения отсчета о себе, вы как раз таки и агрессируете. То есть вы, иными словами, не осознаете себя, не осознаете себя, на мой взгляд, правильным, должным образом. Почему вы именно так себя ведете? Что заставляет вас именно так себя вести? Ну и так далее. Все это, на мой взгляд, очень важные вопросы, на которые вам стоит порассуждать, хотя бы вот с психологом, хотя бы вот, так сказать, подумать. Если для этого вам потребуется, например, поработать с вниманием, то, в принципе, и с вниманием тоже поработать можно и даже нужно. Главное, еще раз повторюсь, чтобы вы этого хотели. Это первое направление. Второе направление – это причины, по которым вы так себя ведете. И здесь я бы хотел обратить внимание вот на что. Вы говорите о том, что вы разрушаете свою жизнь, вы говорите о том, что вы очень вспыльчивы, что заводитесь с полоборота, и девушка вас бросает из-за этого. Но скажите, всегда ли вы так себя вели, всегда ли это было у вас, вот так? Или это началось с какого-то определенного периода? Скажите, какие мысли у вас возникают в этот момент, когда вы заводитесь с полоборота? О чем вы думаете в этот момент, когда у вас происходит вспышка агрессии? Понимаете, вспышка агрессии почти всегда означает, что вы, именно вы, проецируете на себя то, что с вами происходит. Вспышка агрессия почти всегда означает наличие определенного конфликта внутри вас. И нужно определить, что это за конфликт. По сути, агрессия – это свидетельство невроз. Агрессия – это свидетельство невротического состояния, когда человек, сознательно или нет, вытесняет свои желания. Вот нужно и понять, в контексте вас, что именно вы в себе вытесняете и почему. А я полагаю, что для вас это сейчас наиболее актуально, если вы хотите сохранить свои отношения с девушкой и, например, ее не потерять. То есть, если именно это для вас актуально, то полагаю, что именно в этом направлении вам и нужно идти. В первую очередь, отслеживать свои мысли, во вторую очередь, как раз-таки, смотреть на то, чем вызвана подобная реакция именно с вашей стороны. И вот уже обо всем этом разговаривать с психологом, обсуждать с ним это и с психологом искать и разбирать те самые противоречия, которые и, собственно говоря, вставляют вас вот так себя вести. Потому что агрессия, это отсутствие контроля, это означает попытки этого самого контроля где-то в других сферах. Возникает, опять же, вопрос, для чего вы это делаете, почему вы это делаете, зачем. И данные аспекты тоже требуется с вами разбирать. Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, что без разбора ничего не получится. И нужно осваивать по сути дела новые, новые модели поведения взамен тех, которые вы используете сейчас, если вы хотите действительно ситуацию поменять. Вот. Использовать новые модели поведения для того, чтобы ситуация, которая у вас происходит сейчас, чтобы эта ситуация не повторялась, чтобы эта ситуация не портила вам жизнь и ваши отношения с вашей девушкой и всеми другими людьми, с которыми вы общаетесь. Но зависит это от вас. Если вы задали свой вопрос не просто так, если вы действительно хотите что-то делать, то это работа. Это определенные временные эмоциональные затраты, и если вы с ним готовы, то я думаю, вам нужно будет выбрать эксперта на нашем ресурсе и начинать с ним работать. Я думаю, что для вас это будет самым оптимальным вариантом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации, хотя бы в плане очерчивания дальнейших действий. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok